Под конкурентно-компетентных исследователей мы пригласили ребят из Риги, которые уже 10 лет в реакторе коммерциализации занимаются достаточно успешно этой деятельностью, в том числе с российскими исследователями. Саша, в эту же сторону комментировать будешь так? Или мы дадим еще вопрос задать? Давайте вопрос. Давайте попробуем. Маленький, Матарий мой. Сейчас. Помимо... Начинаем. Да, хотелось бы ответить на вопрос, что нужно делать вузу. Да, просто с моей стороны, как заказчика вашего в основном, потому что мне нужны ваши разработки для моих бизнесов. Большая просьба. Я здесь придержу, на самом деле, из-за мира. Разделяйте акселератор команд и превращение студентов в предпринимателей, и допустимую норму риска, которая не способна рисковать, это паст-ризм, да, и разделяйте акселератор технологий, где вы создаете проекты. Это две совершенно разные вещи. Потому что первое может быть интегрировано с образовательной программой, и внутри давать как раз пространство для эксперимента, и чтобы ребята становились исследователями рынка и бизнеса. А второе связано с активацией ваших капиталов, которые давно-давно-давно в себе содержат огромное количество стартапов, но молчат. Две разные темы абсолютно. Это единственная просьба, да, вот именно со стороны заказчика с рынка, к вам всем. Две эти вещи. Первое – генерить нам молодых специалистов, которые мы дальше можем активировать и давать стартапы с рынка проекты, не обязательно ваши. Второе – генерить технологии, которые мы будем готовы покупать и создавать из них SPV. Разные штуки. Да? Вопрос, пожалуйста. Да. Тут, например, уже эксперт Николай Космосов, Терзенкрай. Если смоделировать ситуацию, что завтра каждый из вас становится ректором или профильным проректором, отвечающим за предпринимательство в ВУЗе, то первое – какую бы ответственность взяли на себя за достижение, какого его там хочу результаты и цели, а второе – какие первые, два-три шагы вы бы сделали на этом пути? Спасибо. Ну, хорошо. Можно? Самый первый шаг. Я бы, честно, я бы открыл каворкл для всех кабинетов. Просто единое рабочее пространство, чтобы они, а, не закрывали кабинетов, и б, каворкл выпустил их внешне, внешне, в том числе. То есть open space, да, для ученых. А второе – сделал бы день, когда рынок может входить к этим ученым и начать с ними просто общаться. Очень банальные, простые вещи. Да, они, конечно, придется, значит, эти секторникеты убивать, но самое главное – это сгущение. Вот то самое, что говорит, да, пожеватель ее, уважаемый Дмитрий, значит, про сгущение сообщества и про интеграцию с внешней рынкой. И третье, третье – тоже про партнерку, значит, осознать в себя и свою специализацию не из научных публикаций, а самых талантливых ребят, которые, в принципе, сейчас есть. И просто пойти в рынок и начать спрашивать рынка, а, слушайте, вам надо такие компетенции, давайте попробуем что-нибудь вместе, чтобы рынок сказал, да, вот завод, вот в школу сказал, да, мне нужны такие-то компетенции в ближайшем мире. Уважаемый завод, а сколько взять завод еще? Завод, да, вот уважаемый завод. А вот пришел, говорит, мне нужны сколько. Сколько готов заплатить? Да, а цифру надо дать? Нет, ну, эта цифра, как вы в рынке, Саш, представляете, вот эту историю, она сотни тысяч лимонов. 12-15 лимонов за один цифр. Завод говорит другое, вы сделайте, покажите, представьте, мы заплатим. Нет, еще раз. Может быть, потом принесем. Я бы, наверное, если бы вдруг стал ректором, в первую очередь создал бы эндаунный фонд, который бы собрал денег, но не для того, чтобы просто заниматься инвестициями в какие-нибудь пенсионные фонды и зарабатывать, а открыл бы возможность в части этого фонда инвестировать в любые стартапы, которые созданы студентами, аспирантами. Я знаю, я понимаю, но смотри, опять же, давайте посмотрим на список 100 лучших вузов Forbes, да, и сколько там миллиардеров выпускников. Я не сомневаюсь, что... Ты бы стал ректором вуза, в котором действует, да, ДНР. Ну, для начала как раз. По крайней мере... Смотрите, я вижу одну проблему в студенческих стартапах, которые не могут поднять инвестиции на рынке, да, у рыночных инвесторов. Вот если вуз станет такой площадкой, которая может поддержать на начальном этапе эти стартапы внутри из себя, из них будут получаться какие-то рыночные истории выходить, уже поднимать деньги на следующем городе. Я прошу прощения, у меня вот вопрос. Создать фонд. Грозный, Макомет, Таштамер. А источники для этого фонда? Здесь основные региональные университеты, и, честно говоря, нам получить вносили очень трудно, особенно сегодня. Не-не, фонд — это частные пожертвования. Основной источник данного города — это пожертвования частными, пожертвования выпускников и других организаций, с которыми вуз договорился. Ну, вполне возможно, что и корпорации могут стать спонсорами данного фонда в вашем регионе, если вы для них поставляете качественные... Очень стараетесь не брать прямые государственные деньги в такие вещи, как данные. Это очень исполненная вещь. Нет таких спонсоров финансирования, как прямые государственные деньги в данные, они не больше... Может, ну, все должно придумать как? Нет, бюджетным правилом предусмотром. Значит, смотрите, значит, первое... Ну, вопрос, как пришел отначально. Если бы завтра стали ректором... Если бы я завтра стал ректором, который не может привлечь деньги в урода, то первое, что я сделал, написал бы ПСЖ. Понимаете? Вот. Второе, что я бы сделал... Я бы всю свою зарплату выше 100 тысяч рублей, от нее отказался бы инвестировал в то, на что нет целевого финансирования. То же самое сделано с каждым правилом. Естественно, все, кто были бы тут же уволили, потому что, ну, как вы понимаете, четверть ректоров в России получает больше ректора London Imperial College. Это же феноменальная реакция. Подожди. Подожди. В нашей стране платят за риски. Риски наших ректоров, соответственно, отцениваются выше, чем ректора Imperial College. Но я тебе только так могу подразумевать. Ну, да, и риски там все где-то, да, в районе языка, да. Ладно, значит, следующее, что я бы сделал, я вот здесь гораздо ближе к Саше. Значит, смотрите, что такое, как бы, формировать предпринимательский университет и так далее. Формировать новую культуру, которой нет. Как известно, формировать новую культуру, которой нет, без носителей этой культуры, невозможно. Моя минимальная оценка процентного соотношения людей новой культуры, которой могут для этого, чтобы что-то в целом изменялось, она совпадает примерно с правилом Парента, да, то есть это минимум 20%. Минимум 20% людей в университете должны прийти откуда-то абсолютно извне, не из университетов, не имея этого опыта, и начать транслировать свою культуру в университет. Причем делать это ни в коем случае не насильно, это, ну, как бы, органично, как Саша сказал, вот просто разрешить, понимаете, вот это снять турникер, сделать каворки мне, сделать нормальную юридическую службу, которая любому профессору не отвечает, что все, что мы не знаем, как сделать, нельзя делать. Решать задачи, понимаете, службу университетов надо поменять целиком, менеджеров нормальных поставить, которые абсолютно нормальные, рыночные зарплаты будут эффективно делать свою работу, а не тех проректоров, которые заполнены там, 99,9% значит, наших проректорских позиций, доморощенных людям, которые не знают, как базовый нормальный процесс нормально реализовать. Люди, я только прижал, что меня звать не надо, что потом без записи придется реализовать. Вот, и относительно самого важного вопроса, простите, я должен сформулировать, относительно надо университет или не надо. Саша говорит, он, вот, Саша говорит, что он главный заказчик, вот, министерство образования говорит, государственный главный заказчик вам дают деньги. Моя личная позиция, главный заказчик, это тот человек, который приходит учиться. Вот если вы говорите, что такое атлантическая модель, вот она, атлантическая модель, главный заказчик, это человек, который приходит учиться. У нас интересы страны, интересы людей в большинстве случаев очень диаметрально противоположны, понимаете? В интересах людей взять государственный бюджет, раздать им, чтобы они были богатыми и сформировали потребительский рынок. Интересно государству заобнать все эти деньги в госпроекты, чтобы пять олигартов, значит, из одного кооператива, как бы, зарабатывали много денег. Это все и интересное государство. И поэтому, отвечая на вопрос, можно предприниматься в университете или нет, это вопрос, нужно вашим студентам в каком-то их количестве. Это или не нужно? Помогают предприниматели другим студентам в университетах или нет? Это вопрос именно про это. И если вы становитесь в позицию интереса того, кто у вас учится, какая-то вот эта часть предпринимательства, она вот должна быть. Знаете, что происходит с студентами? Вот я очень долго изучал примеры отчисления каких-то нитривиальных ребят из университета. Половина просто становится успешным бизнесом, половина становится успешным бизнесом за рубежом. Это феноменальное свойство наших университетов отчислять предпринимателей из своих стен. Кстати, не только наши. Ну, еще раз. Это все в мире довольно распространенное. Это распространенная история. Вопрос в том, что мы же не должны ориентироваться, что вот если там в США вот так, значит, мы лучше сделаем, может, мы можем сделать намного лучше. По какой причине? По такой причине, что там университеты успешно и все хорошо, им мотивации меняться нет. А у нас университетов в основном очень много проблем, и зачастую, чтобы их решить, нужны какие-то сильно радикальные бизнесы. Можно? Там еще вопросы. Сейчас. Мне задали провокационный вопрос, что бизнес не будет заводить 12-15 лимонов, а я скажу, почему будет. Потому что заводу должны, нужны технологии, быть сразу адаптированы под пилот. И за это, он за 4 месяца адаптации под пилот заводит 12-15 лимонов. Вот, это конкретика. Если говорить про цирку, спасибо. Еще есть желающие, да, сейчас, это не. Вам очень хочется рассказать, что бы было, если бы стали ректором. Знаете, это... Такой статус... Мы всегда стартап учим не задавать вопросы одну еще. Если бы я стал, наверное, если бы я стал проектором, я бы, наверное, не стал вы. Потому что у меня такой цири вообще нет. Но это то же самое, что Вань сказал. Да. Но то, что точно этот человек должен делать, он должен думать все о рынке. И я думаю, что у каждого университета, зависит от того, в какой среде он находится, должна быть своя модель развития, которая продиктована его стратегией поиском рыночных лучей. То есть, не обязательно запускать эксцегратор, не обязательно еще что-то делать. Нужно найти свое место на рынке и в эту сторону и думать. Я согласен с тобой и хотел бы развить эту мысль. Скажите, а кто вот здесь представители вуза, которые отвечают за инновации? Кто те самые проектора-предновации? А за предпринимательство? За предпринимательство, за технологию. А остальные за науку отвечают или за что? Еще предприниматели есть. А еще сами предприниматели. Ну, посмотри, хотел бы этим людям свою точку зрения выразить. Да, нужно быть в рынке. Это очень важно. Что бы я сделал на месте? То есть, если бы я стал проектором, который заинновался отвечать. В региональном вузе небольшом, который вот только вот пришел и начал деятельность сделать. Наверное, первое, что бы я сделал, это я съездил в Коэк и пообщался с владельцами средних компаний, которые какими-то технологиями вообще занимаются. Ну, то есть, это не просто купи-продай. Вот в вашем городе. Вот в смысле, можно и купи-продай. Можно и купи-продай, но это как бы во второй же. И бизнесмены, которые являются выпускниками. Потому что обычно вузы знают своих звезд. Просто съездил бы, с ним познакомился и спросил, а что им нужно. Предложил бы, может быть, сделать какие-то спин-оффи. И из этого сделал бы акцелерационную программу. Финансирование я бы у них не брал. Я бы его нашел в... Это не стоит там больших денег, и можно сделать почти волонтерами. Этих же ребят позвал бы у менторами к себе, для того, чтобы они смотрели. Во вторую очередь, наверное, смотрел бы на тех звезд, которые есть внутри университета. То есть, какой-то инновационный потенциал, который идет от технологии души. Кто-то там, не знаю, в фонд содействия подавался, кто-то, может быть, там, как-то пытается заказной неокр делать, и смотрел бы, чтобы поддерживать вот эти ростки и пытаться как-то их мэшить со спросом. Вот это, наверное, первое действие. Следующий вопрос, пожалуйста. Да, вопрос. Станислав Труханов, Ростов, Кимфу, предприниматель, руководитель акцелератора и также лидер точек крепления. В последние годы Кузы в России прорабатывают очень активно тему защиты дипломов в форме стартапов. На ваш взгляд, насколько это целесообразно, особенно для неэкономистов? И что считать в этом случае стартапом? Потому что на последней встрече, когда 40 Кузов съехались в Москве, это было в точке крепления, месяц назад, единого мнения по этому вопросу не было. То есть мы очень активно спорили. Что считать стартапом у студента? Или там, что считать успешной защитой стартапа? Вот так. Какая практика есть, на кого давать? Мне кажется, что довольно странная связка между экономистами и предпринимателями. Мне кажется, что экономистам трудно делать, у них с рисками сфигура. А ответ, я бы серьезно на этом воспользовался, стартап просто. Смотрите, если говорить про то, что мы считаем стартапом, мы считаем стартапом компанию, которая реализовала только инновационных продуктов, и на которой есть спрос на рынке. Спрос на рынке подтверждается очень просто, продажа. Мы в наших программах для подростков, давайте представим на секунду, дети 12-16 лет, за 3 месяца умудряются с объединения у нас добежать для первых продаж. Я считаю, что если брать дипломную работу как стартап, то на выходе это должны быть, должна быть команда, должна быть какая-то базовая технология или научная разработка, и должна быть хотя бы какая-то первая коммерциализация, то есть какие-то при продаже, штучки, что-то подобное. Ну, для меня. Заметно, но это странная история для хардовых, как ты говоришь, стартапов, потому что, ну, инвестиции, я бы еще понял, а продажи, ну, тогда с чем еще ты начинал? Предзаказы. Предзаказы. Предзаказы, да, какие-то совкомитнутые, что вот эта корпорация хочет купить там, или поставили на какой-нибудь Планета.ру и уже там собрали какие-то какой-то кроватый пандинг, то есть подтвержденный спрос. Для меня результатом, если мы не хотим, чтобы это была черная профанация, дипломная работа про какой-то нереализм. Я не знаю, с конспорацией письма, вообще не раз, не сомневаюсь, тут будет дофига, я не знаю. Коротко отвечаю на ваш вопрос. Для меня результатом был бы стартап, у которого есть подтверждение спроса на то, что они делают. есть проблема. В этом и есть большая проблема, но в этом и есть большая проблема в том, что у вас кафедра всегда на кафедре люди, профессора, пациенты, они думают в двух направлениях. Первое направление, если я сегодня это сделаю, оно же получится, мне же надо будет делать это каждый день, я не буду это делать. И второе направление, самое красивое, за такие деньги на работу ходить и дальше оно не идет. И кафедра у нас становится тем, каким-то барьером, или я не знаю даже, как его назвать, который сдерживает вот тех ребят, у которых горят глаза. И это самая страшная ситуация. Вот каждый из сидящих здесь, он это подтверждает. Да, вот те ростки, которые сегодня здесь мы видим, ребята тянутся и говорят, что все хорошо. Вот куоркинг это круто. А если такое предложение, если мы делаем проектное управление и с нескольких вузов собираем тех ребят, которые будут вместе делать ту задачу, которую вы сегодня перед нами ставите, как предпринимать? Как же на это ставить? Спасибо. Ну, тут главный вопрос. К сожалению, придется вопрос отвечать. Это вопрос, зачем? Понимаете? Ради красивой истории про то, что вы собрали с разных вузов. Да, что? Еще раз, смотрите. Вот относительно доцента, я по очереди, доцент, значит, который губит вот это все, значит, горящие глаза. Еще раз, я вынужден повторить, культура другая. Вы не заставите доцента, не сможете сделать другие. Он в другой культуре человек, для него отказывался от своих устоев и убеждений. Это знаете, как у нас в свое время, когда мы делали в политехе, наша задача была собрать по рамках тысячи кураторов, проектной деятельности, люди, которые должны были бы работать. профессионалы из индустрии, работающие со студентами на студенческими проектами. Где на это деньги взять? Правильный ответ негде. Знаете, за сколько мы набрали тысячу человек? За полгода. Знаете, почему? Потому что людей, которые, если вам надо, вот искренне надо, вы не там ни оправдания сидите, ни еще что-то, просто вот вы начинаете работать с внешней средой, оказывается, ну, я там за отдельные регионы не скажу, так вот в Москве оказалось найти тысячу человек, причем там были люди, которые за время работы переехали из Москвы в Питер и прилетали на выходную, понимаете, на свой счет по работе со студентами, которые бесплатно, без всего, понимаете, они лекции читать никогда не пойдут, они просто выйти, читать эту мудиторию, что-то, они другие, они про акции, понимаете, но вот прийти по работе и сказать, ребята, у нас открыты двери, и диплом как стартап, это как раз история прошла. Значит, первое, если мы говорим, окей, мы это реализуем как, полгода у тебя на то, чтобы показать какой-то результат, давайте реально возьмем сектора, которые за полгода можно какой-то результат показать, биотех, ребят, ну, извините, о чем речь, да, может быть, вообще индастриал какой-то, да, какие там инвестиции за полгода, там, ну, на концептуальном уровне проработать за полгода там тяжело, да, это все длинные циклы, окей, если мы так реализуем, можно реализовывать четыре года, сквозной, 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 ладно, не будем брать там тяжелую стоимость, полгода, окей, отсекли эти самые пусты, прошли отбор в нормальную акселерацию, не вузовский свой, в любой внешний, прошли отбор, взяли туда, все, ребята, это как бы можно зачитывать эти, за диплом, это уже значит, как бы, что они получили вот эту уменьшую, хорошую, ассенную оценку, экспертиру, да, привлекли деньги еще лучше, ничего этого не сделали, но сами продали, понимаете, хоть что-то, хоть кому, хоть как-то, реально сами, тоже отличие, но еще раз, зависит от сектора, за полгода, да, есть сектора, но это в основном-то будет IT там и что-то, ну, не капитал, а емкая, как-то, действительно, это можно сделать, поэтому не надо пытаться натянуть, значит, это, канарейку на слона, но как бы вполне с канарейкой можно тоже отдельно работать, почему нет, а сортно с учетом того, что, знаете, вот в свое время энтузиасты делались в России один из первых фондов, который вкладывался в биотеку.